Всем здрасте, друзья! Ну что, это новый формат, новая доска. Я тут теперь даже могу что-то нарисовать. Ура! Сегодня расскажу вам про третье задание говорения. Наконец-то! Расскажу, что нужно сделать, чтобы получить максимум баллов. Поехали! Приглашаю вас 8 апреля в это воскресенье на Пасху вместе с куличами посмотреть разбор варианта EG с сайта FIP, который я разбираю для своего практического курса. Каждую неделю по два варианта. И вам его подарю, разберу в разделе лексика и грамматика. Сдадите мне свои вопросы, объясню, что и почему нужно выбрать, когда, какое время поставить, как заменить слово. О словообразовании кое-что скажу в общем и отвечу на ваши вопросы. Будет полезно и занимательно. Так что берите куличи, яйца и в 15.00 по московскому времени жду вас на трансляции. Для этого нужно просто подписаться на канал Марина Лесковец, нажать на колокольчик, и вам придет оповещение на любой из девайсов. Можно будет присоединиться и с телефона, и с ноута, и с планшета, и с чего угодно, что у вас там есть. Вот так. Жду. Итак, третье задание говорения. Что нам предлагается? Три картинки на выбор. Необходимо выбрать одну какую-то картинку, подходящую наиболее вам. Первое. По словарному запасу. Второе. Важно, чтобы она была динамичная, чтобы можно было конкретно назвать какое-то действие. Очень важно, чтобы оно было вам понятно. Например, люди бегут, у них пикник, они занимаются спортом, играют в футбол, все что угодно, но чтобы это было действие. Ни в коем случае не выбирайте статичную картинку, потому что для нее нужно будет придумывать слишком много контекста. Ну, просто если нарисованы люди, которые бегут, и гора, которая просто стоит, ну, там, где гора, там нужно больше гораздо придумывать. Итак, время на подготовку полторы минуты. Говорим мы не более двух минут. Максимальное количество баллов за это задание семь. Наш ответ мы обязательно строим согласно плану. Идем по порядку. Не снизу вверх, а сверху вниз. Вроде бы ничего сложного, но тем не менее, многие ребята почему-то делают ошибки в этом. И перескакиваются на один пункт, а план на другой. За это, к сожалению, снимают баллы. Итак, что за чем нужно говорить? Первое. Блин, как круто! Теперь я могу что-то показывать. Сверху вниз. Где и когда была сделана фотография? Кто и что на картинке? Что происходит? What is happening? Why you keep the photo in your album? Почему вы сохранили фото в своем альбоме? И почему решили показать другу? Здесь вот важный аспект. Your friend. Когда вы будете отвечать и записывать себя. Очень важно не говорить. I decided to show this picture to your friend or to my friend. Потому что это будет звучать странно. Вы уже как бы ведете монологическую речь и рассказываете своему другу об этой картинке. Кто на ней изображен? Что вы делаете? А теперь вы типа будете показывать картинку третьему лицу. Но это странно. В общем, не нужно этого делать. I decided to show this picture to you. Запомните это, пожалуйста. Итак, что же важно в третьем задании говорения? Первое. Раскрывать все пункты плана по порядку. Так как я вам показала здесь на доске. Не перескакивать с одного пункта плана на другой. Выбрать подходящую себе по лексике картинку. Ну, то есть, если вам нечего сказать про футбол, то не нужно убирать картинку, где люди играют в футбол. И самое важное. Не забыть вступительную и завершающую фразы. Это особенно характеризует ЕГЭ по английскому языку, как английский экзамен. Это реально снимает баллы. Хотя, да, казалось бы, типа у вас должна быть свободная монологическая речь. Но нет, и на самом деле этому стоит порадоваться. Потому что ваша задача дать ответ по схеме. Вот так-то. А теперь перейдем непосредственно к схеме ответа. Итак, что зачем должно идти в вашем ответе, эксперту? Поехали. Очень важная вступительная фраза. For example, while traveling, I always take lots of photos, and today I'm going to tell you about one of them, for example. Кстати, фраза I've chosen photo number не входит в проверку. Второе. Где и когда была сделана фотография. Необходимо указать. For example, I took this picture when I was in holiday in India. Тара-тара-тара-та и так далее. В зависимости от того, какая картинка и что там нарисовано. Мы описываем, кто и что находится на картинке. Сверху, сбоку, снизу. Безусловно, не нужно описывать все направления. Мы указываем только важные элементы. То, что привлекает наше внимание и то, что мы планируем описывать. Далее. Следующий пункт плана. Что происходит? What is happening? Очень важно в этом пункте плана строить свои предложения в Present Continuous Dance. В общем-то, в самом пункте плана это указано. What is happening? То есть мы указываем действия, что происходит. А также описываем людей. Are they happy, sad? What are they doing? And so on. В зависимости от того, что нарисовано. Далее. Следующее. Мы отвечаем на вопрос, почему вы решили сохранить эту фотографию в альбоме. So I decided to keep this photo in my album because... И далее даете какую-либо причину, почему вы решили ее сохранить. Следующий пункт плана. Почему вы показываете эту фотографию другу? Ну, да, напоминаю, что слово друг не стоит упоминать. I decided to show this picture to you because... Далее. It's all from me. Thank you for your attention. Это заключительная фраза. Она обязательно для вас, потому что эксперт строго оценивает ее. Вот такие дела. Это лишь маленькая часть того, что я действительно могу рассказать о говорении. С 1 по 14 июня стартует интенсив. Напоминаю об этом. И там я уже раскрою во всей красе всю схему говорения. И расскажите мне о том, чего вы больше всего боитесь в говорении. И в целом вот на экзамене, что вас действительно пугает и просто прям вводит в ступор. Я, может быть, смогу вам чем-то помочь. Постараюсь ответить каждому на вопросы. А в это воскресенье жду тебя на своем вебинаре. Где я буду разбирать вариант ЕГЭ для тебя. Ну и 100 баллов за ЕГЭ тебе. Пока.